Всем привет! В мире, где телефоны способны запускать новый Resident Evil Village, портативные ноутбуки заменили огромные стационарные игровые ПК. По-прежнему существует такая ниша, как планшеты. По сути, маленькие, удобные, портативные мини-ПК. И только у одной Apple наберётся 5 актуальных линеек айпадов. А вот какой из них выбрать, сегодня я расскажу в новой подборке. И даже покажу, где и как выгоднее всего их можно покупать. Так что с вас лайк и подписка, а мы начинаем. Приятного просмотра! Начнём мы с покупки. Ведь после официального ухода компании из России, цены из-за параллельного импорта очень сильно разнятся. Поэтому первый способ, чтобы выбрать оптимальную цену, это использовать агрегаторы цен. В России это Яндекс.Маркет, в Украине и Казахстане е-каталоги Hotline, где просто вписываем нужную модель айпада и жмём сортировать по цене. Второй вариант может быть дешевле, но и более рисковый. Это торговые площадки. В России это Авито или Юла, в Украине и Польше сайт OLX, где люди выставляют свои товары. За счёт чего много мошенников и можно получить некачественный товар. Так что заказывать лучше через Авито доставку или аналоги. Ну и третий способ, попробовать получить планшет дешевле всего на сайте 5box store, где есть разные коробки, но нам сегодня нужны только айпады. При том, где если выбранной модели увеличить шанс выпадения, сайт гарантирует, что при выпадении премиального товара выпадет именно этот айпад, а не какой-то другой. Но так как произойти это может не с первого раза, пополню счёт на 4000 рублей, что сделать можно любым удобным способом, от карт до криптовалюты или электронных денег. Ну а после пополнения предлагаю останавливаться только на самом интересном. Ну и ничего интересного пока не попалось, так что пополню счёт на ещё 5000 рублей и продолжим открывать коробки. И вот таки с 15-й попытки выпал айпад 9, который и выбрал, его-то я уже закажу, что стоит 150 рублей, но зато доставка осуществляется по всему миру. И быстрее всего мне пришли Apple Watch примерно за неделю, до этого был ещё айфон примерно за такое же время, также до этого выпадало множество другой интересной техники, например ноутбуки, включая Asus StavGaming A17, Huawei MateBook D16 и другие. Ну и включение из будущего, планшет тоже дошёл в целостности, всё нормально работает, так что если хотите так же, ссылочку на сайт оставлю в описании. Но решать каким способом пользоваться только вам, я лишь предлагаю варианты. И на этом переходим к подборке. И начнём мы с 10-го айпада. Базовая модель, пришедшая на смену прошлому поколению, как в плане начинки, так и по дизайну. Планшет теперь выполнен в общем стиле компании с квадратными формами, небольшими рамками и отсутствием физической кнопки домой. Притом видно, что акцент маркетологи сместили с такого развлекательного устройства для дома на что-то более рабочее. К чему можно подключать физическую клавиатуру через специальный магнитный коннектор на боковой грани, туда же подсоединяется магнитный чехол или беспроводной силус, правда поддерживается только первая версия без беспроводной зарядки, а так в остальных он ещё и заряжаться может. И в общем для большинства людей это устройство способно заменить всё остальное. Ноутбук для набора текста, серфа в интернете или просмотры стримингов с ютуба запросто. Как рисовалка тоже отличный вариант, особенно учитывая эксклюзивную программу скетчбук с огромным функционалом. И даже монтировать видео на нём тоже можно, хотя и на базовом уровне, но для склейки, нарезки, добавления эффектов за глаза. Даже несложный цветокор он вытягивает. Ну и конечно игры он тоже поддерживает, но без новых портов с ПК. Единственный недостаток у него это объём памяти, в базе 64 гигабайта, что очень на грани, многим просто не хватит. А если хотите больше, мы сразу перепрыгиваем вариант на 128, которого в этой модели просто нет, и можем купить только на 256 гигов. Что сразу поднимает ценник до более прокачанных моделей с М-процессором, которые и помощнее и поактуальнее будут. Так что если вы уверены, что вам хватит 64 гига, сейчас благо для хранения есть облачные сервисы, модель за свою цену неплохая. Но тут именно оговорка на свою цену. Так если сравнивать его с другими моделями подороже, то и экран у него проигрывает, процессор старенький А14 Bionic, в то время как уже есть модели с М-процессором, как в полноценных макбуках. Другой момент, что если вам нужно именно устройство для работы, есть как те же макбуки, так и прошки среди айпадов. То есть 10-й айпад, как уже сказал, это базовая модель, такая золотая середина, где можно и поработать при желании, и порисовать, и даже помонтировать несложные проекты. Но который не поддерживает мультиоконность, многие другие современные фишки и дальше будет только хуже. Но зато стоят вменяемые 30 тысяч рублей за базовую модель. Так что здесь или вам подходит, или ждать обновления в следующем году. Ну или как вариант, можно присмотреться к айпад Air 5, который стоит чуть дороже, чем 10-й на 256 гигов. По сути, это та же десятка, только чуточку тоньше и заметно дороже. Заметно это в два раза в сравнении с базовой моделью. Но поэтому и заметно производительнее. Здесь установлен собственный эпловский процессор M1, точно такой же, как устанавливается в макбуках. Однако разница с лэптопом, конечно, очевидна. Здесь меньше площадь для отвода тепла, поэтому и сравнивать устройства некорректно, они в разных весовых категориях. Однако, как для планшета, производительность здесь заметно прибавилась. Конечно, в обычном использовании вы этого не заметите, если просто листать ленту мемасов, смотреть фильмы с сериалами и искать рецепты в интернете. Однако, если же вы работаете за планшетом, создаете дизайн, рисуете логотипы, там музыку создаете, монтируете видео с эффектами и многое другое, что позволяет этот планшет, разница уже будет заметной. Плюс, как уже сказал, игры этот процессор прожевывает на ура, даже новые резиденты, за которыми могут начать портировать и другие современные игры. И выглядят они при этом весьма неплохо. То есть, это не порты на Nintendo Switch с невероятным мылом. И по сути, за такую цену мы получаем что-то среднее между совсем базовым 10-м iPad'ом для обычной рутины и прошками, заточенными под работу. Только M-процессор несёт и свои минусы. Всё-таки это не полноценный мобильный камень, а потому в режиме ожидания планшет садится заметно быстрее байоников. Плюс, в работе держит на целый час меньше, в районе 9 часов против 10, чего на целый день тоже хватает. В остальном это та же десятка, с таким же экраном, той же диагональю, похожим дизайном, но с большим запасом на будущее. Так что тут уже индивидуально, кому что больше нужно. Но вот следующая модель я даже не знаю, кому может пригодиться. iPad mini 6. Самая маленькая модель на данный момент и, честно говоря, самая бесполезная на мой сугубо личный взгляд, учитывая её стоимость. Так как, по идее, планшеты мы покупаем как раз-таки, дабы увеличить диагональ. А здесь она приближается к флагманским iPhone Pro, то есть здесь целых 8 дюймов. Но, конечно, если вам нужно именно небольшое устройство, альтернатив по сути нет, придётся платить. И если захотеть, представить, где его можно использовать, не так уж и сложно. Первый вариант как портативный ежедневник, который можно таскать с собой. Как вариант для портативного гейминга тоже может быть, если подсоединить внешний Bluetooth геймпад. Но в этом случае шестая версия уже устаревшая, так как новые порты Resident, к которым присоединился и ремейк четвёртой части, идут только на M1. А здесь пока всё ещё чип А15 Bionic, поэтому нужно ждать обновления, которое вроде как должно произойти весной следующего года. Ну или ещё как вариант, то читалка. В общем, если вы знаете, зачем вам такой небольшой планшет, альтернатив, как уже сказал, по сути немного. А вот iPad Pro 11 на M2, это уже и для художников, и для дизайнеров, и для архитекторов, монтажёров и всех прочих профессий идеальный планшет. Да просто для проведения досуга с максимальным комфортом он идеален. И вот он уже не просто может стать заменой ноутбука в базовых каких-то вещах, а он по сути и является этой заменой. С функцией многозадачности, когда на экране каждое приложение идёт отдельно в своём окне. Самым топовым для планшетов процессором. Экраном на 120 Гц, который есть только у прошек, однако в 11-дюймовой версии обычная IPS, в то время как на 13-дюймовой модели, хотя она по факту 12,9, просто мне так проще её называть, уже экран Retina XDR с подсветкой Mini LED. То есть ещё лучше, хотя казалось бы и это уже идеал. Здесь притом стоит не просто сканер отпечатка пальцев, как в обычной версии в кнопке включения, но и технологии распознавания лица, что для многих удобнее. А также здесь не просто Type-C, а целый Thunderbolt, позволяющий подключать внешний монитор до 6К разрешения в 60 Гц. Притом на других моделях это тоже можно делать, но только версии с M1 могут растягивать изображение, подстраиваясь под диагональ монитора. В общем, по всем функциям самая топовая модель с прицелом на работу. Тут даже камера со сканером LiDAR для сканирования и переноса 3D-объектов. Но при этом покупать я бы его не спешил. И не потому что что-то не так, а потому что по слухам в новом обновлении, Apple настолько обновит следующее поколение, что затмит все преимущества нынешнего. Поэтому если вам не срочно, я бы рекомендовал подождать, чтобы после не кусать локти. Как было в случае с переходом на свои процессоры в маках, когда многие ещё купили Intel за фулл прайс. А вот с выходом новых версий, и это поколение должно подешеветь, ну или на вторичке его можно будет найти по лучшей цене, и тогда можно покупать. Притом не забывайте про Magic Keyboard, превращающая планшет в настоящий ноутбук. В общем, классная вещь, но нужно подождать, что представят дальше. И, собственно, iPad Pro на 12,9 дюйма – это просто увеличенная версия прошлой для тех, кому нужен побольше экран. Но это, само собой, влечёт за собой низкую автономность. Не на много, но на полчаса где-то или час проигрывает другим моделям по времени работы. Плюс ещё и M-процессоры, как уже говорил, в спящем режиме садятся быстрее. Но здесь тоже есть нюанс. Лично мне сложно представить, зачем такой большой планшет. Ведь если нужен большой экран с хорошей производительностью, лучше взять макбук за ту же стоимость, и даже выйдет дешевле. А мощности будет даже больше за счёт лучшего теплоотвода с большим корпусом. Ещё и весит макбук меньше, чем iPad Pro 13 вместе с клавиатурой. Здесь полтора килограмма веса против 1,3. Не так, чтобы много, но всё же. Но, конечно, у мака клавиатуру при необходимости отключить не получится. Да и экран не сенсорный, чтобы положить на коленки и начать рисовать. Так что тут каждому своё. В таком сценарии использования альтернатив не так уж и много. Поэтому нужно выбрать под свои задачи. А обычному обывателю этот планшет явно не нужен. Но вот если вы знаете, как раскрыть его потенциал, он просто незаменим. Ну и iPad 9 самый бюджетный вариант взять ребёнку поиграть. Так как по всем параметрам он уступает предложенным моделям ранее. Конечно, для ребёнка это, грубо говоря, планшет сам по себе даже в нынешних реалиях очень неплох. И зачастую даже лучше справляется с бытовыми задачами, чем аналогичные планшеты от сторонних компаний за ту же стоимость. Но покупая этот планшет, вы сразу соглашаетесь со старым дизайном, это последний актуальный планшет с физической кнопкой домой. Хуже экраном в сравнении с другими моделями, так-то он тоже ничего. Далеко не самым мощным железом, то есть чтобы фильмы посмотреть, в интернете посёрфить или поиграть в нетребовательные игры его хватит. Но чтобы заменить ноутбук как 10-й iPad это вряд ли. Так что он здесь только из-за цены, если вам нужно качественное устройство за вменяемые деньги. Ну и в итоге, для тех, кто думал, что планшеты умерли вместе с нетбуками, как до недавнего времени думал и я, всё оказывается куда оптимистичнее, они заменили собой нетбуки и для многих даже обычные ноутбуки. Среди самых оптимальных версий можно выделить iPad 10 с хорошей диагональю, средним железом и достаточным функционалом для повседнева, за небольшие как для продукции Apple деньги. Если нужно что-то помощнее, можно взять iPad Air 5 с ноутбучным железом. В таком корпусе всей мощности он не выдаст, но будет более производительнее базовой модели. Для полноценной работы, конечно, лучше брать прошки. Air это более переходная модель посередине. В то время как в Pro всё заточено под работу. От 4 микрофонов и до 4 динамиков с камерой LiDAR. Экраном на 120 Гц, Magic Keyboard и Thunderbolt. А самым странным, на мой взгляд, является iPad Mini. По крайней мере, я не могу представить сценарий, где потребуется такой небольшой планшет. Разве только как читалка, но для ридера он выходит как-то дороговато. В общем, какой бы планшет вы себе не выбрали, лучше не спешить, а подождать новой презентации, чтобы потом не было обидно. Ну и не забывайте про объём памяти. Apple в своих устройствах не разрешает расширять память, а потому тот объём, который идёт из коробки, с вами будет навсегда. И в нынешних реалиях 64 гига это уже мало. Если, конечно, вы не готовы с этим мириться и время от времени удалять старые файлы, программы и так далее. А также можете посмотреть ещё подборку планшетов от других компаний, которые уже вышли на канале, чтобы сравнить и определиться. Ведь на этом сегодня всё. Спасибо, что досмотрели до конца, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в новых роликах на канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!